Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами затронем очень острую, наболевшую, я думаю, что уже многим за это время, тему поговорим о том, как будет развиваться мода во время и после кризиса. Что будет происходить, какие влияния окажет кризис на различные модные отрасли, и вообще, что это значит для многих людей, которые так или иначе в моде заинтересованы или, быть может, являются работниками мира моды. Так что, если эта тема интересна, продолжайте смотреть. Значит, собственно, начнем с того, что одновременно произошло несколько вещей. Во-первых, мне начало поступать большое количество вопросов от людей, которые либо касаются каким-то образом модной индустрии, либо просто ее любят. И многие решили спросить и спрашивали у меня о том, как я вижу развитие модной индустрии в будущем, ввиду ситуации в стране и в мире в целом. И также второй момент, который произошел буквально день назад, в Women Wear Daily, это такое достаточно известное модное издание, с очень серьезной историей онлайн на данный момент, в этом издании появилось открытое письмо Джорджио Армани, в целом людям и всем представителям модной индустрии. Обычно достаточно часто такие открытые письма пишутся как раз через издание, чтобы дать им большую серьезную огласку. И в этом письме Джорджио Армани в первую очередь затронул вопрос того, что мода уже достаточно долго находилась на своей точке невозврата, на вот этой критической точке, в которой человек начал выжимать последние соки, как и с земли, точно так же и с людей, и из модных различных ресурсов. И он сказал о том, что я уже давно на самом деле об этом говорил, просто никто меня не слушал, но теперь все вынуждены замедлиться и послушать, что мода не может существовать после окончания того, что сейчас происходит, после вот этого кризисного периода, в котором весь мир сейчас находится в ожидании, в непонимании. Мода не сможет потом и не должна возобновлять тот же ритм, который был до старта этого кризиса. Во-первых, потому что стало слишком много недель моды. Мы с вами, кстати, что интересно, когда я прочла это письмо Джорджио Армани, я поняла, что очень многие пойнты я у себя в видео затрагивала уже на канале. У меня было видео ужасы модной индустрии или то, с чем я категорически не согласна. Если я не забуду, я постараюсь залинковать его где-то здесь. Это видео снято, мне кажется, несколько месяцев назад точно. И в этом видео я освещала вопрос того, что в модной индустрии уже давно сигнализирует о том, что пора меняться. И он как раз затронул эту тему. И Джорджио Армани сказал, что достаточно давно мы перешли в этот порог Дневозврата, где стало сумасшедшее количество недель моды. И, естественно, дизайнер гонится не за чем, не за качеством, а за количеством. Тебе нужно успеть сделать эту коллекцию, запустить эту, думать о следующей. И когда есть такой ритм в индустрии, которая люксовая, люксовая индустрия изначально подразумевает, мы с вами в том видео рассматривали, люксовая индустрия подразумевает некий опыт позитивный, классный, расслабленный, который получает клиент. И если исторически в люксовой индустрии все начиналось с того, что человек приходил в ателье и под него шили изделие, и пошив этого изделия занимал несколько месяцев, поэтому когда ты, наконец, его получаешь и платишь за него, конечно же, много, ты понимаешь, за что ты заплатил. За труд людей, которые находятся в ателье, за время, которое на тебя потратили, за все эти примерки. И ты намного больше ценишь это изделие. Сейчас же люкс в магазине, как сказал Джорджи Армани, я не могу сменять одну свою там люксовую рубашку через 2 недели новой, а предыдущие уже как бы не актуальны. В чем смысл люкса? Люкс превращается в масс-маркет, хотя принцип изначально у них совершенно разный. Люкс существует как уникальный опыт, масс-маркет как постоянная смена потребления и массовое потребление. Соответственно, почему-то вдруг люкс начал гнаться за форматом работы масс-маркета. Почему начал гнаться? Потому что нужно больше продавать, быстрее, сильнее, выше. Не продались вещи, как Люи Витон когда-то делали, уничтожают их просто, сжигают. То есть это же такой вообще парадокс того, к чему пришла модная индустрия. Такое количество недель моды. Кому нужно такое количество недель моды? Прето-порте, то есть носибельная, да, для недели моды. Неделя моды высокой от кутюр. Мужская неделя моды. Значит, резорт недели моды. Прифол. Фол. Что происходит? Почему это происходит? Почему такое количество показов? Почему мода так много постоянно выплевывает в этот мир? Количество. Если мы каждую секунду видим смену вещи, и сейчас она актуальна, а потом нам уже начинают говорить о том, что она не актуальна, эти вещи, и в целом мода настолько обесценивается, что совершенно непонятно, зачем покупать, да, какие-то предметы, люксы. Ты не получаешь этого опыта. Из-за этого объема продажи, из-за того, что такой поток сумасшедший клиентов, вещей и так далее и тому подобное, качество, в том числе, обслуживания в различных бутиках люксовых снизилось, и, соответственно, ты не получаешь этого опыта, за который ты как бы платишь такие сумасшедшие деньги. И в целом мир просто сошел с ума. Темп, который задали сами же дизайнеры, почему-то решили его придерживаться, он абсолютно нерелевантен. Второй момент, который достаточно важный, поднял Джорджи Армани, этот момент уже поднимали, это то, что коллекция, которая будет продаваться аж осенью, показывается зимой. То есть, или в начале, точнее, в начале весны. Соответственно, эти вещи ты сейчас купить не можешь. Ты на них смотришь, но купить сможешь через полгода. В то время, как обычно, и особенно сейчас, человеку нужно увидеть и купить. У него нет времени ждать, сохранять, делать предзаказ. Это все в основном людям неинтересно. Этот формат работает исключительно для кого? Для масштабных ритейлеров и department stores, которые таким образом имеют зазор в полгода, несколько месяцев для того, чтобы сформировать заказ, чтобы его отшили, чтобы им его отправили, чтобы они его получили, развесили и вовремя вывесили у себя в пространстве. Или в онлайн добавили. Но для клиента, как для, вообще для потребителя, для человека, на которого все это направлено, совершенно непонятно, зачем тебе ждать. Полгода я тоже смотрю показ, и если я вижу вещи, я хочу ее получить сейчас, а не через полгода. Поэтому тоже этот разрыв совершенно неинтересен покупателю. Человек не хочет летом покупать зимние теплые вещи. И наоборот. Поэтому очень много проблем, которые модная индустрия, естественно, производит. Второе, точнее третье, это экологичность. То, что так много всего производится. Такие сумасшедшие объемы, такие сумасшедшие объемы в том числе не покупаются. Их нужно куда-то сбывать. Что не только масс-маркет, который все обвиняют, а и люксовый сегмент очень серьезно загрязняет окружающую среду. Поэтому много вопросов, которые сформировались до нынешнего момента, которые сформировали то, как должна выглядеть модная индустрия по окончании этого кризиса. И что будет происходить. Поэтому я это разделила на два таких параграфа, два элемента. Длижайшая будущая модная индустрия во время кризиса, и в самом начале его окончания. И что в дальнейшем будет происходить. Были масштабные мета-изменения. И это небольшая выжимка из того, что у нас будет в онлайн-вебинаре «Стилист будущего», который 13 апреля произойдет. Так что у вас такой сникпик маленький есть. Также хочу напомнить, что у нас с вами заканчивается, на момент выхода этого видео, возможно, уже закончится, регистрация на наши курсы. Персональный стилист, стиль для себя, профессиональный блогер и курс повышения квалификации стилистов. В нашей школе «Стайлист» для регистрации на последние места. Если они есть, кликайте по ссылке под этим видео. Значит, ближайшее будущее модной индустрии. Половина брендов пропадет, останутся те, кто с сильной миссией и фалллингом. То есть, что мы говорим? Мы говорим о том, что сейчас, ввиду того, что бутики закрываются, многие бренды не заточены под онлайн или не настроили свои онлайн-платформы. Соответственно, оффлайн сейчас ничего не продается. Все те, кто не заточены под онлайн, все начинают закрываться, потому что финансовые подушки обычно у брендов не так много. Финансовая подушка – это некие запасы, некие накопления денег, которые нужны для того, чтобы в случае форс-мажора иметь возможность, допустим, обеспечивать зарплатой и оплатами помещения, электричества, свою команду, свое пространство и так далее. Обычно большинство брендов, если мы не говорим про огромнейшие экламираты, как Inditex, в котором Zara состоит, или как NVMH, в котором Louis Vuitton, White Hennessy и другие бренды, если мы говорим про, допустим, какой-то локальный небольшой бренд ваш, местный какой-то бренд одежный, у них обычно все запасы уходят обратно в оборот, и достаточно долго, например, многие дизайнеры, которые без сумасшедшего финансирования, деньги, которые они получают, заработка от новой коллекции, они обратно инвестируют в пошив новой коллекции, в зарплату работникам, поэтому по факту финансовой подушки у них нет, и многие дизайнеры будут, многие бренды будут вынуждены через месяц вот этого карантина, увидев, что никакого продвижения нет, уволить своих сотрудников, закрыть свои помещения и в целом закрыться, потому что даже через месяц у них вещи еще покупать не будут, и по окончанию карантина должно будет пройти еще некоторое время, чтобы покупательская способность их целевой аудитории восстановилась, возможно, особенно если их онлайн присутствия не будет, если у вас бренд, у бренда есть онлайн присутствие, есть комьюнити, которая его поддерживает, есть шанс, что люди будут продолжать покупать и в условиях своего карантинного заточения, но если этого нет, то бренд исчезает отовсюду фактически, поэтому если бренд раньше делал ставку только на бутики, физические, куда можно зайти и все потрогать, и это классно, есть концепт-сторы, в которых важен твой опыт, твое ощущение себя в этой энергетике, пространство, но в условиях онлайна это нереализуемо, поэтому половина брендов закроется, и останутся только те, кто, а, с сильной эмиссией, бренды, у которых есть некая нить общая, которая объединяет все, что они делают, есть сильный фаллоуин людей, которые действительно готовы их поддерживать, которым до сих пор интересны их товары, скажем не только про модную индустрию, бьюти-индустрия напрямую, кстати, с модной завязана, если бьюти-индустрии посмотреть, например, то бренд Glossier, это бренд американский, о нем уже не раз рассказывала, я сама являюсь их покупателем, это бренд, который создает и уходовые вещи, косметику, и декоративную косметику, это тот бренд, у которого есть и оффлайн-магазины, и онлайн-серьезная платформа, более того, они, что очень важно, запомните это, не продают ничего через других ритейлеров, то есть позиции различной Glossier, их кремы, помады и так далее, не представлены в какой-то сифоре, в каком-то, я знаю, в России есть сеть золотое яблоко, у нас есть сеть бракард, они нигде не представлены, кроме как у себя на сайте и в магазинах, и да, у них есть магазины, обычно где-то по одному магазину на город, или масштабный город, может быть, два магазина, в Нью-Йорке, например, по-моему, два магазина Glossier, если я не ошибаюсь, что очень важно понять, да, у них есть оффлайн-магазины, эти оффлайн-магазины, безусловно, требуют продолжать платить аренду, и сотрудники, которых они пока что отпустили в отпуск, и они пустили, кстати, их в оплачиваемый отпуск, это тоже статья от РАД, но у них настолько сильный вот этот фаллоуинг, и настолько сильный онлайн-презенс, то есть присутствие онлайн, что у них продолжаются заказы, более того, заказов, возможно, стало даже больше, потому что люди заточены дома, им нужно что-то делать, они хотят ухаживать за кожей самостоятельно, они уже не ходят к косметологам, поэтому нужно больше средств, они хотят как-то развлечься, и привести себя в порядок, и чувствовать себя собранными, поэтому они там пробуют краситься даже в условиях заточения домашнего ареста, поэтому на самом деле, да, они теряют сейчас деньги, но они и получают деньги, более того, у такого масштабного бренда 100% с серьезной стратегией была финансовая подушка, и у них есть сильный фаллоуинг, это тоже очень важный момент, кроме того, что они онлайн присутствуют, у них есть люди, которые, чувствуя миссию бренда, с ней соединяются, миссия бренда Glossier, например, это естественность, это embrace your flaws, да, то есть это подчеркивать и даже воспринимать позитивно, освещать свои какие-то типа недостатки, например, у тебя там прыщики, ты их не замазываешь, ты просто аккуратно ухаживаешь за ними, у тебя там какая-то краснота на лице, ты ее не замазываешь полностью, и все, например, продукты декоративной косметики Glossier направлены на то, чтобы поддержать естественное состояние кожи, и не закрыть все плотным тоном, у них нет ни одного средства, которое полностью перекроет все ваше лицо и создаст из вас куклу, это не их identity, поэтому у них есть большой following людей и аудитории, которая вот это все слыша, соединяется с какой-то миссией бренда и его поддерживает, это очень и очень важно. Второй пример, который я могу привести, такого бренда или такой платформы, это Leandra Medin и ее платформа Man Repeller, это очень серьезная платформа, которая объединила в себе всех людей, которые чувствовали себя белыми воронами в обществе, очень непохожими, очень слишком яркими, не вписывающимися никуда, они все вместе соединились вокруг вот этой identity Man Repeller и вместе сейчас поддерживают свое комьюнити, и я уверена, что все, что как-то рекламирует Leandra или ее платформа, все это приобретается, во всем этом есть интерес, потому что люди доверяют тому, что она рекламирует. Дальше, естественно, будет массовая поддержка локальных брендов. Бренды, которые у вас в вашем городе, в вашей стране, локальные, с местными дизайями, если мы говорим про моду, это те бренды, которые, как я уже говорила, у них обычно, если у них нет масштабов, у них нет финансовой подушки. Даже у масштабных брендов обычно финансовой подушки может и не быть. Например, мы возьмем Twelve Stories, бренд, который относительно недавно сделал пост, в котором пояснил, в каком финансовом состоянии они находятся, то, что большинство заработка они обратно инвестируют, потому что они масштабировались. И у них был такой темп, в котором они сделали план, и внутри этого плана, понимая, что они растут, 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 у них был бюджет, который они начали вкладывать в открытие новых магазинов, в пошитие больших объемов коллекции. Понимаете? А тут вдруг у них был рост, представим, 150%, и вдруг все закрывается, ничего не работает. И в этой ситуации они несут большие потери, потому что они не рассчитывали на то, что им нужна большая финансовая подушка для перекрытия этих потерь. Они рассчитывали, наоборот, на рост. Соответственно, даже величина бренда или масштаб его не обязательно гарантирует, то, что он будет в хорошем финансовом состоянии на момент кризиса. В этом случае, например, был бренд Wealth Stories, им тоже нужно было принять решение, они начали, естественно, увольнять сотрудников. Бренд без этого физически не может продолжать существовать, потому что если они будут оставлять всех своих сотрудников длительное время, они просто в какой-то момент обанкротятся и закроются. Поэтому бренд, естественно, в кризис-менеджмент ситуации принимает какие-то серьезные, причем, естественно, не очень приятные решения. Никто из брендов в основном не хочет по собственному, да, какому-то решению увольнять своих сотрудников. Обычно это происходит только потому, что тебе нужно условно продолжать выживать. Но при этом, например, давайте, если мы уже говорим о Wealth Stories, нужно сказать о том, что у них есть два предыдущих важных пункта, которые я озвучила. У них есть массовый following, то есть у них есть большое количество последователей, которые очень любят бренд. И у них есть некая миссия, у них есть миссия сделать достаточно доступными стильные вещи и пользованные тренды. У них это получается, поэтому они, у них есть, кстати, серьезно развитая, хорошая платформа и сайт, через который люди будут продолжать покупать. Поэтому в целом можно рассчитывать на то, что они выплывут. И сейчас будет обращение большинства локальных брендов для того, чтобы их поддержать. И вы могли уже услышать у большинства брендов и местных дизайнеров о том, что они начинают какие-то скидки делать или какие-то акции или просто делают ударение на том, что очень важно сейчас их поддерживать, потому что они не смогут существовать очень долго без финансовой подушки. И, естественно, сейчас очень многие, в том числе лидеры мнений, призывают поддерживать местные кофейни, местные рестораны, заказывать блюда на дом для того, чтобы эти кофейни и рестораны продолжали существовать. Если кофейни и рестораны не получают прибыль в течение двух месяцев, но при этом им нужно продолжать платить за аренду, платить сотрудникам, которых они, ну как и уволить, не могут, потому что скоро, например, может открыться все, но и продолжать платить долго они не могут. В общем, очень много здесь дилемм, с которыми нужно работать. У ресторанов тоже обычно нет финансовой большой подушки, поэтому если человек, их покупатель местный не будет их поддерживать, это значит, что заведение долго не протянет. И после кризиса оно уже может не открыться заново, к сожалению. Поэтому сейчас вы можете увидеть заявление о поддержке локальных брендов отовсюду, но нужно еще один важный момент сказать, который я считаю нужно проговорить, это то, что вы не обязаны никого поддерживать. В первую очередь, вам нужно поддержать себя. Вам нужно убедиться, что у вас есть финансовая подушка и возможность адекватно существовать на времена вот такой нестабильности. Вам не нужно последнюю рубаху отдавать и покупать, заказывать блюда на дом, если вам нужно купить продукты. Вам не нужно покупать очередную вещь, платье, если у вас есть неуверенность в том, что вы продолжите работать после карантина. Безусловно, здесь должна быть какая-то доля здравого смысла и только если вы уверены, что у вас есть какая-то финансовая подушка, вы тогда уже можете думать о дальшем таком распространении. Есть очень интересный принцип, который в иудаизме используется. Это принцип, в котором ты начинаешь со своей семьи, с себя и когда ты здесь все сделал хорошо и всем хорошо в твоем ближайшем окружении, ты двигаешься дальше. Там хорошо, например, твоя чуть более дальняя семья. Хорошо, ты двигаешься на свой дом, в своем доме с твоей соседей. Им хорошо, тогда ты можешь двигаться дальше и помогать тому, кто дальше. Если каждый человек будет работать по такому принципу, то в целом мире все будет хорошо. Потому что, если ты не помогаешь своей семье и себе, но пытаешься помочь кому-то там, то здесь точно образовываются ниши, которая может быть не заполнена. Потому что это очень рандомный формат, в котором никто не знает, кто кому помогает и кто, в общем, кому не помогает. Поэтому очень важно в первую очередь в этой ситуации, как бы это ужасно эгоистично не звучало, позаботиться в первую очередь о себе, потому что это беспрецедентная ситуация. Не уверена, что кто-то из нас сталкивался с таким уровнем неопределенности в мире, который сейчас происходит. Поэтому будет одновременно поддержка массовой локальных брендов и часть этих локальных брендов, у которых есть предыдущие пункты, останется на плаву, опять же, благодаря своей миссии, своему фалловингу и благодаря каким-то лояльностям, которые они начнут вплетать. И одна из этих лояльностей, это следующий пункт, это скидки. Многие люксовые бренды, даже средний ценовой сегмент, многие вообще бренды начнут делать скидки. Почему? Потому что у них закуплены и уже отшиты огромное количество коллекций, которые в любом случае через год, через полгода будут неактуальны. Ну, вот так вот, к сожалению, на данный момент работает ритм мира моды. Соответственно, их в любом случае нужно продать, хоть чтобы что-то получить обратно, потому что, если еще несколько месяцев они полежат, их просто никто не купит. Соответственно, сейчас нужно ожидать, вы можете ожидать, что большинство брендов и люксового сегмента в том числе будут делать серьезные еще больше и больше скидки на свои коллекции для того, чтобы эти коллекции распродать. Так что, ну, не знаю, небольшой позитив в этой ситуации есть. Если у вас есть желание пополнить свой гардероб, то достаточно скоро это можно будет сделать с слегка меньшим бюджетом. И последний момент, который я в рамках этого видео затрону из ближайших, это то, что большинство брендов сейчас будут одновременно во время карантина и во время вот этого кризиса перестраивать свою модель. И если у них были бутики оффлайн, скорее всего, обратно оффлайн они не откроют или откроют только один и будут делать всю ставку на онлайн формат. Все в онлайне. Все будут резко настраивать сайты, все будут резко придумывать и нанимать специалистов для СММ, чтобы работать с онлайн аудиторией и работать напрямую с аудиторией без посредников. Дальше из масштабных перемен, того, чего можем мы ожидать, это то, что однозначно будет пересмотрено количество недель моды. Во-первых, мы знаем, что ближайшие недели моды уже отменены, но будет пересмотрено еще и в целом количество недель моды и вполне возможно, что их будет намного меньше. Более того, из-за того, что сейчас вот была показана коллекция осень-зима 2020, которая была показана в конце зимы, начале весны. Нужно понимать, что эта коллекция, она была отшита очень маленьким экземпляром для показа, то есть она не отшивается уже в масштабе. В масштабе она должна была отшиваться сейчас, весной и летом, но так как все производства в основном закрыты или переформатировались на пошив масок и так далее, большинство этой коллекции не отошьется, поэтому не совсем понятно, что будет осенью, когда эти коллекции должны были бы завестись в магазины и в ритейлеры и на продажу. Пока что не ясно. И скорее всего, действительно, количество недель моды будет пересмотрено, потому что их действительно слишком много. Каждая неделя моды еще и дублируется в четырех основных городах. Это Милан, Нью-Йорк, Париж и Лондон. Плюс другие города и локальные недели моды тоже. Соответственно, по миру получается беспрерывная одна большая неделя моды. Там закончилось, тут началось, там закончилось, тут началось. И вот так вот по кругу, что совершенно сбивает с толку очень большое количество потребителей, то есть конечного потребителя. Дальше. Нужен еще один момент, который с предыдущего исходит, более масштабно, это то, что мы когда-то с вами уже обсуждали момент see now by now, то есть бренды будут перестраиваться на формат, когда они будут отшивать коллекции и продавать прямо тогда, когда покупатель готов их купить. Соответственно, если мы говорим про лето, то летние коллекции покажутся перед началом лета, и летом их можно будет приобрести. Это массовое такое влияние, которое, скорее всего, будет реализовано в ближайшем будущем в мире моды. И очень важный момент, который, естественно, 100% будет реализован, это уже со стороны потребителя, это уменьшение потребления. Люди сейчас, в момент этой странной такой, во-первых, неопределенности и паузы в мире, смотрят на себя и заглядывают вовнутрь. И в том числе, на что они смотрят, это на количество того, что они употребляют. На самом ли деле мне нужно 150 платьев, на самом деле мне нужно 350 сумок и так далее, и тому подобное. Правда ли мне нужно 10 видов черных лодочек? И человек, смотря на свое поведение, на свое покупательское поведение, он замкнут в четырех, ну или более стенах, тем не менее, он вынужден столкнуться с тем, как работает его поведение в шопинге. И, соответственно, когда человек выйдет из этого карантина, люди в любом случае будут более сознательны. Уже даже сейчас видны серьезные тенденции в том, о чем люди говорят, что люди хотят приобретать. И ставки будут на совершенно другие вещи. Поэтому пострадает в любом случае масс-маркет, потому что так много покупать не будут. Пострадает в любом случае и люкс. И на арену будут выходить более локальные бренды среднего или масс-маркет ценового сегмента, которые будут иметь возможность предоставлять и качество, и одновременно не очень высокую цену. Это такой основной прогноз. Я бы хотела кроме всего этого в конце нашего сегодняшнего видео задать главный вопрос. Это как вы видите развитие будущего моды ближайшего и более масштабного в 2020-2021 году? Как вы думаете, каким образом этот кризис нынешний и ситуация в мире повлияет на моду, на ее работников? Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу. Давайте обсуждать. Я очень люблю дискуссии на такие темы. На сегодня это все. Люблю, целую, ваша рита.